Добрый день, участники онлайн-курса по мультимедийной журналистике. Я расскажу, пожалуйста, о выводе и презентацию. Начнем краткий обучающий курс по журналистике. Сегодня первый урок, поэтому он будет таким ступительным. Первым делом, мы должны понять, что это больше журналистика. Это все понимают, но не лишним будет еще раз узнать определение. Журналистика – это одно из важнейших социальных явлений современной жизни. Бит массовой информационной деятельности, обеспечивающей бесперебойное взаимодействие между личностью, группой людей и обществом в целом, а также между различными общественными сферами и даже между поколениями. Процесс журналистской деятельности состоит из сбора, обработки, хранения и периодического распространения актуальной общественно значимой информации. Ну, я думаю, всем понятно, что это журналистика. Теперь давайте разберем... Ну, чтобы пройти курс, мы все должны для начала понять и узнать историю журналистики, вообще как все зарождалось. Будет буквально две-три минуты, я расскажу, я должен рассказать о истории. Так, ну, основные этапы, я надеюсь, все мы видим. До начала нашей эры – это про газетные явления. С начала нашей эры до 15-го века до нашей эры – это эпоха рукописных изданий, то есть не было печатных машин. С 15-го до 17-го века изобретение развития книгопечатания становления газетно-журнального отдела. Так, теперь тут немножко поподробнее остановимся. В Древнем Риме, по указанию оператора Юрия Цезаря, вывешивались гипсовые доски с сообщениями о решениях Сената, о постановлениях Народного собрания и так далее. Эти своеобразные предшественницы газет воссуществовали вплоть до 15-го века до нашей эры. В Японии сохранились газеты из глины, и название этих газет в переводе означает «прочти и передай другому». Это тоже, так называемый, предшественницы газет ныне, которые мы знаем. Так, еще одним из очень важных изобретений человечества, без которого было бы невозможно развитие массовой информационной деятельности, стало изобретение бумаги. Видимо, это произошло в Китае, все мы знаем об этом. И потом из Китая бумаг попал уже в Японию, и арабские страны дали в Европу. Так, еще до появления бумаги, кстати, в Древнем Египте писали на папирусных свитках, там, это мы все знаем, да, пергаменты. Так, и очень большие заслуги перед человечеством у Йогана Гутенберга, который изобрел печатный станок. После этого распространение бумаги газет уже перешло на какой-то уже более глобальный уровень. Это вот важнейшие предпосылки возникновения журналистики. Первые газеты были рукописными до изобретения печатного станка, это вот newsletters в Англии, и куранты, вести, столбцы, это на Руси. Так, слово «газета» произошло от названия «мелкие венецианские монеты газета». Именно такой была цена печатных писков, сообщавших о прибытии в порт иностранных судов, о привезенных ими товарах. Таким образом, содержание первого газеты оконечилось, как сказали бы сегодня, информацией экономического характера только. Так, только во второй половине, вот вы видите на экране, в Европе 17 века, во второй половине 17 века, в Европе появляются журналы и ежедневные газеты. Периодическая печать выходит на передовые позиции. Как раз в это время отмечается существенный технический прогресс в области полиграфии, средств передачи и воспроизведения информации. Так, изобретение «Телеграф» ускорило доставку оперативной информации из разных, подчас весьма отдаленных точек в редакции. Так, ну и в принципе, это вот вкратце история газеты, история журналистики. Ну вот, на рубеже 19-20 веков, вот, были сделаны революционно-технические открытия, заложившие основу радио и телевидения, новых средств массовой информации. Так, вот, с 18-го до 20-го века, это такой период, это развитие журналистики как общественного института совершенствования полиграфической базы становления прессы как основ демократии. С 1900-го года по 45-й приобретение печати функции четвертой власти. Вот тогда уже зародилось такое понятие, как четвертая власть. С 45-го по 55-й годы процесс концентрации и монополизации СМИ. То есть СМИ начали уже переходить на другой уровень, более концентрированно выдавать информацию, доводить информацию до читателей. С 55-го по 90-й годы это уже эпоха становления электронных средств коммуникации, а не только тогда, это только становление, период становления средств коммуникации электронных. С 90-го по настоящее время это уже становление нового информационного порядка. Так, далее. Что такое мультимедийная журналистика? С обычной журналистикой мы разобрались, поэтому переходим к мультимедийной. Вы видите, это от названия можно в принципе логически догадаться, что это определенный способ представления журналистического материала. Это медиапродукт, который посвящен одной теме и сочетает в себе, вот это важно, сочетает в себе несколько форматов. Это фото, видео, текст, инфографику, интерактив и аудио. То есть мультимедийная журналистика это некий гибрид, который собрал в себе несколько инструментов передачи информации. То есть фото, видео, как я уже повторялся, инфографика, интерактив и аудио. То есть мультимедийная журналистика использует все возможные инструменты передачи информации. Так, далее. Перейдем к теме мультимедийный лангрид. Дело в том, чтобы лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Мультимедийный лангрид это новый формат подачи текстовой информации в интернете, в основе которого текст большого объема и аудио-визуальные компоненты. Обычно это подробный обзор по теме, содержащий помимо текста различные мультимедийные элементы, фото, видео, инфографика. То есть мультимедийный лангрид это, в принципе, самый наглядный пример мультимедийной журналистики. Я сейчас попрошу показать нам вот эти вот ссылки, которые я тебе показал. Сейчас я вам покажу, что такое мультимедийный лангрид. Вот на экране мы видим лангрид. Давай начнем вот с первой вкладки. Так вот, это... То есть... Да, вот. Можно вот нажать на экран и послушать. То есть... То есть это не только текст. Если бы был только текст, это было бы очень скучно. Здесь вот с этими эффектами, которые разработчики добавили, очень интересно читать, в принципе, вот взаимодействовать как-то с этим материалом. Здесь все тексты сразу дают за интервью. Видите, да, все? Они начинают разговаривать с прокруткой мышкой. Это все автоматически распроизводится. Это можно не рассказать, чтобы пролистать. Ярослав. Следующий. Давай. Вот. Да, листай, листай. Вот. С помощью разных специальных эффектов создается полное погружение в материал, который написали журналисты. Видите, здесь текст. Далее картинки. Видео добавляется. При этом все вот такими маленькими вкраплениями текста дополняет информацию. Дополняет картинку и видео. Вот такие вот. То есть вот к чему вот привело развитие журналистики и развитие технологий. Вот. Здесь, как мы понимаем, информация о рыбаках, о судне, которые путешествуют. Давай следующий. Так. Это Иордания. Лангрид о Иордании. Здесь рассказывается о различных достопримечательностях этой замечательной страны. Как вы видите, также видео. Ага. Ну все. Я думаю, всем понятно, да? Уже мы достаточно посмотрели. И ходим дальше. Да. С мультимедийным лангридом разобрались. Мы все увидели, что это такое, да? Так. Далее. Мифы о профессии. Мифы о профессии. Я вот, уважаемые педагоги и учителя, преподаватели, хотел бы… Я сейчас зачитаю мифы о профессии, которые сложились именно касательно журналистов, и хотел бы, чтобы вы донесли до учеников, школьников эту информацию, потому что многие живут какими-то иллюзиями и думают, что журналист – это тот человек, который постоянно расследует убийство, как в фильмах и так далее. Это не так. И сейчас я вот прочитаю. Вот. Многие молодые люди идут учиться на журналистов, совсем не задумываясь, или же с целью попозже перевестись на другую специальность. Я… В моей группе были такие люди. И вот. Они поступали просто так, методом дыка, и потом переводились на юристов. И юристами потом должны работать. Тут стоит разъяснить о некоторых общеустановленных мифах об этой программе. профессии. Так. Есть такой миф, что если ребенок хорошо пишет сочинения в школе, значит, у него есть склонности к журналистике. Конечно, умение писать тексты приближает профессию, но вот даже на телевидении и радио вначале существуют печатные тексты, а потом уже картинка или звук. Но сказать, что журналистик – это удел гуманитариев, там, людей склонных к образному мышлению, будет неправильно. Сегодня журналистика становится все более аналитичной и жесткой. Сейчас все тексты на республиканских больших каналах очень лаконичны. Нет уже места тому, чтобы размашисто, объемно писать, что-то подробно разъяснять. Не надо подавать сейчас, уже время диктует, сейчас нужно подавать информацию очень лаконично, быстро и в темпе. Публицистика толстых журналов постепенно вытесняется бесстрастно аналитикой и сухим репортажем, и это общемировой процесс. Посему наиболее востребованы и успешны те, кто умеет логически мыслить и терять главное от второстепенного, структурировать информацию и так далее. То есть, если человек хорошо пишет сочинение, эссе, это не значит, что он добьется успеха в журналистике, это надо донести до учеников. Так, миф номер два, это сначала нужно выучиться, а затем работать. Есть такое понятие. Так, оценить свои склонности и возможности в журналистике можно лишь практическим путем, то есть нужно работать. Если ты не будешь работать, то ты не поймешь вообще в чем суть профессии. То, что учат в университетах, это очень теоретические какие-то знания тебе, естественно, не дают, но практических нет. Ты даже, когда ты приходишь на работу первый раз, допустим, в редакцию, ты переучиваешься, то, что тебя учили в университете, это уже не понадобится. Так, и чем раньше случится первый опыт, тем лучше. Школа юных журналистов позволяет получать навыки одновременно публиковаться. Это надежный тест на профпригодность. Если к окончанию школы абитуриентов в факультете журналистики запрещаем пара десятых публикаций и еще столько же в столе, в кавычках, тогда можно о чем-то уже говорить. То есть практика нужна и вот внедрение проекта мультимеджурналистика, мне кажется, очень поможет детям понять, что такое журналистика и уже решить для себя, нужно ли мне в дальнейшем работать в этой сфере. Так, миф номер три. Факультет журналистики может научить профессию. Вот о чем я ранее говорил. Один из самых загадочных предметов, изучаемых студентами шурфака, называется журналистским мастерством или основами журналистиками. Там по-разному называется, в разных курсах. Обучение этому предмету, что среди пространных лекций, разбора студенческих работ, хорошо, если лекции читают приглашенные практики, да, но обычно это все читают обычные преподаватели, которые давно где-то когда-то работали, возможно, но вот практики не достает этим учителям. То есть это вот то, о чем я говорил, несмотря на безусловную неоспоримую ценность общегуманитарного образования, которое дает хороший институт, творческих журналистов, формирует только практика. Вот подытожим эти предложения. Миф номер четыре. Работа журналиста – это сплошные детективные расследования, интервью со звездами и пресс-конференции с фуршетами. Это все, конечно же, миф. Никто ничего не расследует никогда. Этим занимается полиция. Так, и вот на самом деле первым делом, когда ты приходишь в редакцию, я хочу, чтобы все вы это донесли до учеников, первое время писать информацию. Придется писать информационные заметки. Это такие очень короткие, длиной в пять-десять строк составлять какие-то простенькие сообщения, собирать сведения для обзоров и так далее. Черновая работа, из которой состоит на три четверти деятельность опытного журналиста, у новичка занимает все время. То есть вначале это не совсем уж интересно, но если человек очень желает быть журналистом, нужно пройти этот этап. Так, прежде чем будет опубликовано самое обычное интервью, например, с видовым чиновникам, нужно сделать следующее. Понять, с кем нужно поговорить и о чем найти необходимый телефон. Звоня в разные отделы подразделения ведомства, провести долгий, нутный переговор с секретарем, потому что они не всегда соединяются, они всегда боятся, когда звонят из телеканала или газеты. Вежливо реагировать на глупые вопросы, в нужное время приехать и попытаться выкинуть из чиновника хоть что-то, отличающееся от официальных документов. Ведь работа журналиста – это подавать информацию интересно и доступно. Вот, раскодировать видео, которое вы сняли, это нужно сидеть в наушниках, слушать несколько раз, и потом уже выбирать какую-нибудь часть, которая тебе поможет для раскрытия материала. Так, из полученного немнятного материала соорудить живое и увлекательное интервью. Это вот только одна вот такая частичка профессии. Сейчас я вам только что рассказал, хотя много нюансов, очень много нюансов. Так, и это бесконечные звонки, поиски иногда и снурительные, нужные информации из самых разных источников, преодоление сопротивления тех, кто не хочет вмешательства прессы в свои дела, поездки из одного конца города или из страны в другой, постоянная готовность сорваться с места, без этого журналист не может стать настоящим мастером. Статья, репортаж, телепередача – это лишь вершина айсберга и результат огромного труда. Вот, что я хотел сказать. А, ну и миф номер пять. Жизнь у журналистов интересная – это правда. Так, переходим дальше. Жанры журналистики. Давайте разберем жанры. Перед тем, как вообще будем говорить о принципах написания материала, можно, естественно, понимать, что жанры журналистики. Хотя бы знать. Быстренько я прочитаю, чтобы вы просто знали их название и вот, что они должны себе представить. Жанры журналистики, они делятся на информационные, на аналитические и художественно-публицистические. Так, жанры журналистики отличаются от литературных достоверностью, адресностью фактов. Основа всех журналистских произведений является факты. Факт – это свершившиеся события. Факты являются основой информации. Факт, обладая клеточными свойствами, то есть достоверностью, свежестью, правдивостью, общественной значимостью, он не должен быть банальным. Из фактов уже компонуется информация. Главная цель информационного материала, будь он газетным, радиным или телевизионным – сообщить о факте. В ежедневных изданиях и выпусках по кладу угла снимается свежий факт, то есть новость. Факт для журналистики также важен, как человек для анатомии. Это основа основы из фактов, журналистика немыслима, различные способы освещения фактов и приводит к созданию разных жанров. Посмотрим, как подается факт конкретных информационных жанров. То есть есть жанр хроника. Видите, вот в левом углу верхнем хроника – это факт без подробностей. То есть небольшие сообщения, не имеющие заголовка, чаще публикуются подводками. Разные. Просто информация – это короткая заметка, она может быть и расширенной, конечно. Содержит сам факт и некоторые подробности. Состоит из 10-30 строк, имеет собственные заголовки, чаще публикуется в подборке. Так, расширенная информация, более широкое и подробное изложение событий. Это историческая справка, сравнение характеристик героев и так далее. Включает в себя вступление и концовку. Содержит 40 от 40 до 150 строк и, естественно, заголовок. Так, интервью. Мы все знаем, что такое интервью, но я все-таки прочитаю. Может кто-то и не знает. Изложение фактов от имени и с кем ведется беседа. Предполагает совместное творчество. Журналист приглашает вопросы читателей. То есть, журналист должен понимать, что интересует общество и задать эти вопросы. Ну, а об интервью мы еще поговорим в следующих уроках. Сейчас подробно будем останавливаться. Так, далее. Отчет. Это по заданию редакции журналист рассказывает о том, что видел и слышал. Размер материала зависит от значимости события. Общий отчет содержит изложение фактов в кронологическом порядке, тематически освещает. Один, два наиболее важных вопроса. Отчет с комментариями, изложение основных событий, высказывание своей точки зрения. Отчет отличается от других жанров сухостью и последовательностью изложения. Загостили отчет официальный деловой. Так далее. Зарисовка. Это обобщение фактов и описание обстановки. Обозрение важнейшие события в жизни города, завода, школы и, неважно, за определенный период. Так, и самый, наверное, известный жанр – это репортаж. Чаще всего все СМИ пользуются и имеется в виду, и телевидение пользуется вот этим жанром, репортажем. Это наглядное представление о том или ином событии через непосредственное восприятие журналиста-очевидца или действующего лица. Репортаж сочетает в себе элементы всех информационных жанров. Это оповествование, прямая речь, красочное отступление, характеристика персонажей, исторические отступления и так далее. То есть, репортаж – это, как и мультимедийная журналистика, такой некий габит, только жанр. Так, самая основная и специфическая черта этого жанра – это эффект присутствия. Это когда читатель, слушатель и зритель видят и слышат исключившиеся события глазами репортёра. Автор сам непосредственный участник событий, а приобщает к нему всех читателей, слушателей и зрителей. Так, аналитические жанры – это корреспонденция, статья, обзорная лицензия. Корреспонденция – это она анализирует группу фактов. Это делается с помощью описания фактов и их анализа. Сама статья – это обобщение и анализ фактов и явлений. Так, рецензия. Мы все понимаем, что такое рецензия. Это жанр, в котором критикуются, даётся какая-либо оценка художественного или научного произведения, общественно-политической или технической литературы, разного чего угодно можно рецензировать. Обозрение или обзор – это жанр, знакомящий аудиторию с определёнными событиями с использованием аналитического комментария. Иначе обозрение можно назвать «падрамы событий». Так, ну, аналитические жанры за последние десятилетия, наряду с информационными, стали занимать основную нишу журналистских выступлений в информационном пространстве. То есть сейчас есть жанры, которые уже к нулю лету. Это вот филитон, вы видите, художественные публицистические. Очерк сейчас, в принципе, филитон, памфлеты тоже очень редко. Наверное, только в каких-то старых газетах вы можете найти. Сейчас просто нужно сдать название жанров, хотя бы примерно понимать, что это такое. Но на самом деле это не так уж и важно, потому что сейчас нет какого-то единого жанра. Все пользуются всеми жанрами. Из всех жанров жанристы делают один. То есть пользуются самыми лучшими качествами каждого жанра. То есть мультивинирная журналистика – это сейчас, наверное, даже не подразделение на какие-то жанры. Это использование всего, использование всего, что есть, всех инструментов, которые имеются. Вот. Наверное, с жанрами закончим. Потому что вам главное нужно просто звать название на всякий случай, на всякий пожар. Так. А филитонный памфлет – это такие публицистические произведения, цели и пафос которого конкретное гражданское социально-политическое обличие. То есть это сатирические такие жанры. То есть в ней присутствует ирония, сарказм и так далее. То есть высмеивание каких-то пороков общества в филитоне и в памфлете. Так. Идем дальше. А, это уже следующее. Так. Теперь я бы хотел вам рассказать, как сделать школьную газету, чтобы она получилась информативной и увлекательной. Давайте разбираться. Этапы создания школьных газет – это необходимо все заранее расслонировать. Самый главный материал. Какие темы будут отражены в вашей газете? Структура. Каждая газета нуждается в четкой и понятной структуре. Как правильно расположить весь информационный материал. Оформление. Любая газета должна быть корректно сверстан и оформлена. Давайте поговорим о каждом этапе отдельно. Подборка материала в школе происходит… Большое количество, да, событий в школе есть, которые условно можно разделить на какие-то рубрики. В газету следует включать репортажи о наиболее значимых событиях, которые произошли в школе. Конечно, такие события происходят не каждый день, поэтому членам пресс-центра в школе приходится довольствоваться обыденными какими-то там случаями, такими как смена расписания или новое выбитое окно в спортзале. Именно поэтому нужно уметь отличать интересные события от неинтересного. В данном случае вам следует понимать свою целевую аудиторию, то есть тех, кто будет читать газету. Целевая аудитория – это ученики, да? Поэтому нужно писать о том, что интересно для школьников. Не надо писать там… Не надо брать такие темы, как «Пять институциональных реформ Казахстана» или что-то подобное. Тем более ученики не напишут на такую тему. И во-вторых, это мало кому интересно, среди учеников имею в виду. Поэтому собирать материал преимущественно в том, что может волновать обычного ученика. Несколько слов о методе сбора информации. Наиболее удачный метод – это интервью и фоторепортаж. Неплохим бонусом встанут и комментарии экспертов. Я под экспертами имею в виду учителей или персонал школы. Структурирование материала. Очевидно, что газета должна цеплять читателей с первой до последней страницы. Это очень важно. Этого добиться, конечно, очень нелегко. Помните о том, что условно интересные непроходные новости должны быть смешаны между собой. То есть, к примеру, при пяти страницах в газете интересный репортаж должен занимать первую, третью и пятую страницы. В целом можно придерживаться следующей структуры. Титульный лист – это название газеты, красочные образы и анонсы главных новостей. Первая страница – это содержание вашей газеты, главные новости. Вторая страница – это репортаж и интервью. Третья – новость, плюс развлекательный материал, там, кроссфорд или что-то в этом роде. Четвертая страница – это аналитическая статья на общую тему. Пятая страница – описание предыдущих событий школы и спортивных достижений. Но это такие, знаете, условные примеры. Вы можете, конечно, придумать сами и все это по-другому сделать. Так, предлагаю вам несколько простых и основополагающих правил оформления. Используйте качественные, хорошо сделанные фотографии. Сейчас это не так уж и сложно, потому что у всех в телефоне хорошие фотокамеры. Располагайте материал, текст или изображение на странице равномерно. Не лепите все в одно место, это понятно, да? Ну и не оставляйте больших, пустых пространств. Не должно быть какого-то белого битна большого. Помните о том, что самые важные новости располагаются в левом верхнем углу страницы. Используйте понятные шрифты и хорошо сочетающиеся цвета из газеток. Печатайте, конечно, в цветном варианте. Сейчас хочу рассказать об организации, как организовать пресс-центр, что для этого нужно. Некоторые, наверное, слышали. Может, кто-то был на мастер-классе, который в Порхетиловске-Ногорске в рамках фосфит-семинара. Но повторюсь еще раз, потому что я уверен, что многие еще об этом не слышали. Так, план действий в организации школьного пресс-центра. Первым делом нужно собрать членов пресс-центра. Для этого необходимо донести до каждого учащегося, что открывается школьная газета и канал. Как эффективно это сделать, вы уже решите сами. В каждой школе, в каждом классе найдутся несколько желающих принять участие. Это априори, это всегда так. Хоть один школьник в классе пишет что-либо. Либо пишет стихи, либо эссе хорошо пишет. На данном этапе таких людей, конечно, нужно агитировать, чтобы они вступили в ряды юных журналистов. Также хочу отметить, что нужно опирать не только там хорошо пишущих ребят. Журналистика, тем более мультиведийная, она не сходится к одному журналисту. Это и видеооператор, это и фотокорреспонденты, это и дизайнер, который занимается компоновкой, версткой и газетой. Это и монтажер, который будет монтировать видео и делать гепортажи. Может быть, в будущем, через какое-то время, у вас появятся школьные новости, я имею в виду видео. Это надо все учитывать, и поэтому подбор членов школьного пресс-центра нужно совершать по следующему алгоритму. То есть нужно сначала собрать журналистов, которые пишут, потом нужен один дизайнер. Этот дизайнер может быть и по совместительству координатором, либо SMM-менеджером, который будет заниматься продвижением материала в социальных сетях. Нужен видеооператор, нужен фотограф, хотя видеооператор и фотограф может быть, в принципе, один человек. И, естественно, видеомонтажок, который будет заниматься нарезкой видео и составлением из этих коротких видеосюжетов. Так, далее в неурочное время их нужно собрать и произвести отбор. Каждый должен написать о сцене на тему, почему я хочу стать школьным журналистом или корреспондентом. Пусть раскроют все свои желания в этом МСС. Также нужно пройти небольшой тест по казахскому или русскому языку в зависимости от языка обучения. Так, члены пресс-центра становятся учащиеся, набравшие не менее 70 баллов от ста. То есть 70 баллов набрали и все. Можно уже считать, что они члены школьного пресс-центра. Даются три попытки. Если три раза человек не смог набрать больше 70, то, к сожалению, журналистику ему вход собрещен. Так, надеюсь, что тесты у вас найдутся, да? Так, далее. Создать все условия для комфортной работы. Это имеется в виду наличие аудио, видеотехники и помещения. Перечень техники для школьного пресс-центра. Давайте я зачитаю. Я понимаю, что на данный момент в школах обеспечение оборудования, в школах хрома, поэтому можно обходиться минимальным количеством техники. Можно для начала снимать на телефоны. Благо, сейчас позволяют телефоны хорошо снимать и качество, в принципе, неплохое. Главное – детей чем-то занять. Тут не надо покупать какие-нибудь очень дорогие камеры для школьного пресс-центра. Тут сойдет и фотоаппарат сиркальный обычный, который у каждого второго сейчас почти. Так, перечень техники для школьного пресс-центра – это хромакей. Он стоит от 30 до 45 тысяч тенге. На крайний случай можно купить просто зеленую ткань 2 на 3 метра. Это зеленый фон. Он нужен для того, чтобы снимать ведущего, и потом уже в процессе монтажа этот зеленый фон убирается, и на этот фон ставится уже то, что вы хотите, то есть какие-нибудь интересные картинки либо вообще видео. Так, далее – видеокамера либо зеркальный фотоаппарат с функцией записи видео. Камера стоит от 50 до 150, зеркальный фотоаппарат – от 100 тысяч до 500 тысяч. В принципе, цены могу не называть. Дело в том, что, насколько я слышал, я могу ошибаться, конечно, что обеспечение оборудования для школьных пресс-центров уже обсуждается с депутатами. Поэтому я надеюсь, что скоро все это у вас будет. Так, далее нужен микрофон, диктофон, штатив. Штатив нужно подбирать специально для камер, который у вас будет или есть, потому что не все штативы подходят для всех камер. Естественно, компьютер с выходом в интернет. Желательно несколько компьютеров, чтобы ребята могли одновременно работать. Так, программное обеспечение, я имею в виду. Это звуковой редактор, видеоредактор и… Да, в принципе… А, еще и редактор изображений. Так, петличный микрофон нужен, который цепляется за одеждой. И световое оборудование. Комплект седового оборудования, который будет освещать ведущего во время записи новостей. Так, а потом, когда уже состав пресс-центра определенных, нужно вовлечь в процесс. Пусть придумают название издания… А, название издания, кстати, к сожалению, нет. Да, пусть обсудят, кто что умеет. Пусть обсудят, как будут взаимодействовать, как будут работать в дальнейшем. Пусть все это обсудят, их надо вовлечь в процесс. Надо дать ему волю, создать видимость того, что это очень важно. И чтобы ребята как-то загорелись. Так, ну еще нужно создать почту пресс-центра и странички в социальных сетях, и закрепить одного из участников за ними. То есть координатора, либо SMO-менеджера. Разными способами объявить, что свою работу начал в школьном пресс-центре. Это могут быть записи в социальных сетях членов пресс-центра. Пусть перепостят на своей странице. Ученики из школы тоже помогают в объявлении. Потом нужно собрать подписчиков в этой группе, которую координатор создал, из числа учеников в школы. Набрать подписчиков из участников школы. Да, я вам хочу рассказать, о чем школьники могут писать. Тематика статьи должна отражать школьную действительность. Учебу, важные события в школе, праздники, конкурсы, спортивные соревнования, экскурсии, поездки, встречи интересными людьми и так далее. Темы и рубрики могут быть следующие. Я здесь набрасывал несколько рубрик и тем. Это условные, они такие. Вы можете, конечно же, все это придумать сами вместе с школьниками. Я, в общем, предлагаю, чтобы школьники все это придумали сами, а ответственные лица, то есть, это все просто контролировали все. То есть, пусть дети предлагают, вы все это обсуждаете с ними, либо отвергаете, либо утверждаете поведение. Так, можно сделать рубрику «Герой нашей школы», где ежемесячно будут публиковаться интервью с учителями и учениками. Каждый месяц можно брать какую-нибудь личность и раскрывать эту личность для учеников в школе, вообще для читателей. Ну, это может быть учитель биологии, там может быть учитель истории, либо вообще там, блогтерша. Это, мне кажется, будет интересно ученикам почитать то, что они не знают. И так, страничка поэтов или творческих ребят, чтобы интересные стихотворения и сочинения прошли, да, учеников в сишку. То есть, страничка литературных всяких произведений. Это может быть эссе, это может быть стих, это может быть что угодно в рамках этой рубрики. В календаре праздников и мероприятий, например, когда будет проходить эта или та Олимпиада, в каком, где, когда и во сколько начнется КВН школьный, такие объявления. Рубрика «Взгляд фотографа», где будет сборник фотографий, сделанные в школе. Просто около 10-15 фотографий можно выложить в социальных сетях. И ребятам будет интересно посмотреть на свою школу уже другими глазами. Интересно было бы почитать о жизни выпускников после школы. Может, они дадут какие-нибудь отдельные советы старшеклассникам и ученикам в целом. Пусть выпускники, ведь часто первый год заходят в свои школы, да. Пусть члены пресс-центра возьмут у них интервью. Пусть они расскажут о себе. Пусть поделятся опытом, советами, как поступить куда-либо, как готовиться к КНТ и так далее. Рубрика «Новые лица», интервью с новыми учителями и учениками. Это помогает сблизиться и может даже найти новых друзей. Рубрика «Новые лица», мне кажется, очень интересная. Новые новички, которые перевелись в других школ, можно о них написать и взять небольшое интервью. О новых учителях, о новых сотрудниках школ. Так, идеи рубрики «Путешествующих ребят», где школьники делятся своими впечатлениями от поездок в разные города, может и страны. Ребята, ведь школьники сейчас всегда везде фотографируются, фото есть. Пусть они напишут о своих впечатлениях, о путешествии в какой-либо город или страну. Рубрика «Гордость школы», статья о преиспевающих в каких-либо достойных начинаниях учеников. Далее рубрика «Совет выпускникам», а об этом я уже говорил. Рубрика «Кому расписание», если в школе меняется расписание, то если кто-то не записал, какие уроки будут в тот или иной день, то эта рубрика как раз поможет. Можно дали темы, можно тему брать разными. Может появился хулигат власти, можно же об этом написать, почему нет. В этом и работа СМИ. Школьная форма, можно об этом написать, за и против взять, провести опрос среди учеников, среди учителей, какую-то статистику по городу взять. Ответить в рамках, кстати, на такие вопросы, как «Могут ли отказаться школьники от школьной формы?» «Кто создает и кто создает дизайн этой школьной формы?» Ответить на такие вопросы можно, это очень интересно. И можно ли внести изменения в школьную форму, анализ тканей, практичности, разные мнения собрать, и вот большой аналитический материал можно сделать из этого. Так, тема может быть еще такой, школьные сборы. Что делать, если на родительских собраниях постоянно требуют деньги? Это ведь кого-то волнует в любом случае, в основном волнует родителей. А если есть ситуация, которая кого-то волнует, это уже проблема, и это можно уже освещать. «Медпункт в школе» можно статью про это написать. На что может рассчитывать школьник, пришедший медпункт? Может ли школьный врач освободиться от занятий и ответить на эти вопросы? В каких случаях он обязан это сделать? На этот вопрос можно ответить. Также можно провести мини-опрос в школе в социальных сетях. Это в начале создания школьного центра среди читателей. И вот вопрос, какие проблемы вы считаете необходимым обсудить в нашем издании. И пусть все участники, ученики школы пишут, предлагают какие-либо темы. И исходя из их ответов, вы можете уже что-нибудь выбрать. Регулярно публиковать материалы на сайте школы. Вот недавно у вас появился сайт. И на сайте. То есть работа должна проходить по следующему алгоритму. Ребята пишут материал. Все это выкладывается в социальные сети, которые ребята сами же должны создать. Естественно, вы должны ответственные лица контролировать все это. Ребята выкладывают в социальные сети материалы. Потом на сайт школы. И прикрепляют в социальных сетях ссылку на сайт школы и на сайт Олег Киезет. То есть не надо, наверное, все материалы выкладывать на сайт школы или на сайт Олег Киезет. Выборочно. Самой лучшей ссылкой нужно выкладывать на сайт школы. Обычные какие-нибудь мелкие заметки, пусть остается все в социальных сетях. Пусть подписчики, то есть ученики школы видят, что вот пресс-центр работает. Видят, что вот постоянно идет обновление информации. Так. Далее. Когда будет уже официальный открытие пресс-центра, я предлагаю пригласить местных СМИ для освещения мероприятий. Так. На этом пока все. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Так. Пойдем на лекцию на ректор на жюри системе. Я, Джо Ремис, брак чуть-чуть попозже. А, как скачать презентацию? Я, наверное, презентацию отправлю в отделы образования. Да. В отделе образования. Они уже вам перешают. Так. Так. Кто-то еще там попозже. Да. 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 Технически не помню. Разговор и что в течение всего больше всего всего всего. А что у вас есть, они? Здравствуйте. У тебя нет. Что у вас зайдите? У меня нет. Неда, я не знаю. У меня нет. Идите. Я не знаю. Неда, я не знаю, что там. Да, вот каждую неделю 6 занятий, оставшиеся занятия будут по вторникам и четвергам 3 часа. Всем районам, хочу сказать. Какие еще презентации? Насчет презентации я сказал. А, это курс. Соннан сертификат берлены? Курс. Соннан сертификат. Электронның дөртүрдей жүйдетчер мүсіздерге сертификат? Егер бөскемен көкелмейтін болсаңыздар. Ну, если вопросов нет, всем спасибо за внимание. Сауды. А, рахмет. Сауды.